Всем привет, с вами Subaru Vlog и сегодня мы наблюдаем за противостоянием Mitsubishi Galant VR4 и Subaru Legacy B4. Под капотом у Galanta двигатель объем 2,5 литра, 2 турбины и фронтальный интеркулер. У Legacy 2 литра, твин турбо. Обе машины на 5-ступенчатой механике. Полигоном для нашего сравнения выступит картинговая трасса под названием Змеинка. За рулем Galanta очаровательная Лена, а на Legacy уже всем знакомый Стас. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В результате проведенных заездов Galant оказался впереди. Стоит упомянуть также о том, что на Legacy стоят стандартные желтые билшты, а на Galanta и кайловеры. Ну а теперь самое время нашим пилотам поменяться автомобилями. Так, Стас. Говори. Мы трогались. Как тебе вела? Ну визуально очень круто выглядит. Заниженный такой на стенсе. На крутых колесах. Очень крутой. Реально. Ну что могу сказать? Во-первых, садишься реально, видно, что тачка подготовлена к тайм-атаку. Такой ковш. Я своей задницей еле, короче, залез в него. Руль маленький. Такой достаточно комфортный. Видно, что прям такой боевой. Тугая. Прям КПП. Здесь переключение короткоходное. Че, как же непривычно. На Субаре как на этом, как на тракторе. Вот так. По всему салону. А здесь ходы такие буквально 3 сантиметра. Вот. Ну что, по машине, по динамике. Я скажу так. Тачка вообще по-другому едет. Если Твин Турбо работает только с 5000 до 8000, можно диапазон крутить, то это, сука, валит с 2000 до 4500. И потом можно переключаться. Тут тоже Твин Турбо. Здесь у меня последовательная система стоит. Сначала одна турбина работает, потом обе. Вот. А здесь они обе постоянно херачат. И, ну, это прям видно по динамике. То есть, реально, с 2000 на третью передачу нажимаешь газ в пол. Мы полетели. С 4500 переключаемся. Очень круто. Очень круто валит. Ну, что говорить. Здесь горшков на 2 больше, чем у меня. Момент прям реально вытягивает. С каждым поворотом можно такие вещи вытворять. Мне очень нравится. Она не жесткая, действительно. Ну, такая упругая. Можешь так сказать, что она реально упругая? Вот. И рулежка. Ну, как мне кажется, вот Лена говорит, что у тебя Легаси тверже, чем Голланд. Тверже. Мне кажется, из-за резины. То, что у меня очень низкий профиль стоит. Просто из-за этого. И там по 2,5 килограмма очка накачано. Я думаю, из-за этого. Ну, там 215, 45, 18 стоит. А здесь 225 резина. Мне кажется, только из-за этого. Даже, скажем так, на ней можно покататься по городу, спокойно в пробках постоять. Достаточно такое терпимое сцепление. Не как на Субарике. Мне кажется, я даже левую ногу сильнее накачал, чем правую. Из-за своего сцепления. Вот. И можно приехать, погонять здесь, в принципе, в тайм-атак. Та машина, ну, я считаю, она конкретно городская. О, нам уже выдают красный флаг. Давай посмотрим. Пит-стоп. Наша дозаправка, по всей видимости, будет. В общем, я бы хотел такой менте-тачку. Вообще, очень люблю машины с 93-го года по 2003-й. Самые крутые пацанские тачки. Вот. Я бы себе хотел коллекцию купить их, и чтобы они возле дома у меня стояли. Вот. Ну, Галанта я бы тоже взял. Мне очень нравится. Реально. В6. Два с полной литра. Две турбины. Тянет очень приятно. Мою тачку нужно постоянно пиздярить в отсечке, чтобы она ехала. А на этой можно спокойно на низах любой поворот вытягивать, и вообще никаких проблем не будет. А на верхах при этом она тоже ест? Ну, на верхах здесь, к сожалению, нет. Вот 5000 оборотов, наверное, лучше переключаться. Смысла нет дальше крутить, потому что динамики уже никакой нет разгонной. Вот. Чисто вот такая низовая тачка. Вот. По такой, я бы назвал ее, затычной трассе картинговой, приятнее на этой машине ездить, чем нежели на той. Потому что той постоянно надо давать под страку. Крутить с пятерки до восьмерки оборотов. Привет, я Лена. На чем ездишь? На Галанте. Галант в R4. А сейчас на чем поедешь? На Subaru Legacy V4. Мне внешне хорошие. Мне очень нравятся его диодные стопы. Очень нравится. Очень нравится, что она белая. Ну и что ничего лишнего на ней нет визуально. Ну я так, поощу пока. Очень большой руль. Я очень привыкла к спортивным маленьким рулям. Очень непривычно мне что-то. И очень хороший тормоз. Прямо как тебе. А, да? Ну вот, я и не знала. Мне никто и не сказал. Чужая машина, как-никак. Я, конечно, не могу валивать сейчас там напрямик немножко. Вообще, мне кажется, у него передача намного короче, чем на Галанте. А, слушай, газ. Электронный газ, да, здесь? Сейчас надо газ-пол попробовать. Я просто вечно маленькой скорости вышла на третьей передаче оттуда. И, соответственно, не особо тяги было много. Вот этот звук, конечно. Ой, большой руль. Блин, как-то очень странно. Я на Хайси, на Папкино. Я на ТВ еду сейчас. Ладно, не-не-не, Собару, ты молоденький. Я, честно, разницы не почувствовала. Ну, какой-то... В мощности. В мощности, да. Мне кажется, здесь все-таки... Ты уверен, что газ не электронный? Реакция на газ, в смысле, прям какая-то... Ты нажимаешь, и только потом он, в смысле, начинает ехать. Вот у меня, ну, допустим, не так. У тебя сразу, да? У меня сразу, да. То есть, может быть, здесь правда какой-то электронный газ? Надо будет спросить. Подвеска, наверное, пожестче немножко, чем у меня. Пожестче здесь? Пожестче здесь, потому что у меня сейчас стойки подумерли. И мне кажется, что у меня все-таки он помягче как-то. И мне кажется, что у меня кренов в повороте больше, честно. Мне кажется, этот как-то... Что, визуально не так? Вообще визуально все наоборот. Да, серьезно, по ощущениям, прям... Ну, у него, может быть, просто очень живые стойки. Потому что у меня, ну, есть с чем сравнивать. И, например, летом мне казалось, что более упругий он был, чем сейчас. Ага, ага. Осталось стоять столько выпил, что и здесь. Интересно. Так, ты говоришь, передачи, да, тебе показались? Да, мне показалось, что покороче передачи. У меня длиннее, да. Потому что, в принципе, можно на нем, наверное, практически все повороты, ну, кроме сильно затычных, проходить на третий. Я на Галанте проезжаю повороты практически все здесь, на второй. Вот этот зрительский на второй. Здесь можно, в принципе, на третий, мне кажется, после торможения. Вот. Ну, сильно мы сейчас не вваливали, поэтому, конечно... Как тебе звук? Звук вообще огонь. Звук прям вообще. Газ неэлектронный. Не, короче, просто дело в том, что я... У меня Галант реально после пяти не едет вообще. Я привыкла, что он как бы снизу сразу как бы газ нажимаешь, он попер. А здесь как бы вон Стас говорит, что нужно все время держать там тысяч там шесть оборотов, чтобы он как бы валил, и я не сразу это поняла. Поэтому, например, там, где я на Галанте выезжаю на третий, я здесь выезжаю и просто нажимаешь на газ, ничего не происходит в смысле. И только потом он начинает ехать. Субтитры сделал DimaTorzok.